Техническое описание кодов неисправности OBD2, банк производительности системы редукторов 2, что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили GMS, Chevrolet, Sprinter, Ford, BMW, Volkswagen и т.д. Несмотря на то, что они являются общими, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда код P205F сохранен, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил неисправность в части восстановителя системы селективного восстановления катализатора SSR. Банк 2 обозначает банк двигателя, который не содержит цилиндр номер 1, каталитическая система отвечает за снижение вредных выбросов выхлопных газов, сегодняшние дизельные двигатели с чистым горением требуют не просто фильтрации частиц, именно по этой причине были изобретены системы SSR. Современные системы SSR впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром, уловителем NOX и, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид. Точно рассчитанный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это увеличивает долговечность фильтрующих элементов и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу. Вся система SSR контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ, насос подачи восстановителя, регенерации используется для создания давления DF в системе жидкого восстановителя для использования, когда это необходимо, PSM контролирует напряжение питающего насоса на предмет постоянных колебаний и процента нагрузки, PSM также контролирует один или несколько датчиков давления в системе подачи восстановителя, чтобы определить, есть ли утечка в системе, если PSM обнаруживает, что система восстановителя для блока цилиндров двигателя не работает должным образом, будет сохранен код P205F и может загореться индикатор неисправности MIL, для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания, с отказом, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P205F следует считать строгим и адресованным как можно быстрее, система SSR может быть отключена из-за этого. Повреждение катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не были своевременно устранены каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P205F могут включать, снижение эффективности использования топлива, чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, другие коды SSR. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик давления восстановителя, неисправен инжектор системы впрыска, неправильный или иным образом неадекватный DF, обрыв или короткое замыкание в системе восстановителя, плохой контроллер SSR, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P205F. Для диагностики кода P205F потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, с и выставленные симптомы, если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию. Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы извлечь все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля. Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска источника информации о вашем автомобиле для диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 1. Используйте DVOM для проверки датчика давления восстановителя в соответствии со спецификациями производителя, компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Если фактическое давление в системе восстановителя соответствует техническим характеристикам, код P205F сохраняется, а датчики находятся в рабочем состоянии, используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигналов между датчиками системы SSR и контроллером PSM, SSR, отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования, коды производительности системы восстановителя часто относятся к низкому или неправильному DF. Продолжение следует...